Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители! Мы начинаем свою программу сегодняшнюю в центре «Сангейс». Меня зовут Майкл Мелехов, рядом со мной Джозеф Розенберг, экономист, финансист. И мы, как всегда, с Джозефом говорим о семейном бюджете, о том, что касается финансов. И сегодня мы хотим поговорить еще немножечко о таком понятии, как аварийный фонд. Мы об этом уже говорили, но, Джозеф, во-первых, здравствуйте! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, Майкл! И говоря о аварийном фонд, что это такое? Напомните просто! Ну, во-первых, если так, для тех, кто не слушал наши предыдущие передачи, я хочу напомнить одну такую... Лучше все-таки начинать от Адама. Так вот, стабильность любого финансового инструмента, будь то бюджет, будь то стак-маркет, будь то государство, назовите любое, оно заключается в страховке. Как это не парадоксально, может быть, для большинства звучит, страховка – это тот самый инструмент, который позволяет наш бюджет, наши усилия поставить на анкерный ход. Вы помните? Да. Что это такое? Это часики, помните, так бьются? Тик-тик, 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 тик-тик. И оно все время, вот этот анкер, не позволяет отскочить назад. Так вот, если у нас нет страховки, и произойдет какой-то катаклизм, от которого мы никто не застрахованы, мы начинаем откатываться назад. И это даже не вопрос потери денег, это вопрос потери времени. Так вот, аварийный фонд – это составляющая портфолио страхового в каждом бюджете, который говорит о том, что в любой момент у меня есть так называемые деньги, которые есть в наличии. Или, иными словами, мы собираем на черный день, складываем в банк или кладем под подушку. Замуровываем в стену, таким образом, потом, просыпаясь через определенное количество лет, мы раскапываем и... И так работают любые накопления. Вопрос заключается только в том, что, скажем, поскольку мой сектор, на, наверное, 90%, может быть, и больше, это мои соотечественники, мои однокашники, как хотите это назовите, это люди, которые в первом поколении приехали в эту благословенную страну, я говорю вам об Америке, то и у всех у нас примерно одни и те же проблемы, и в основном это дефицит времени. И вот этот дефицит времени не позволяет в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, сделать вот эти накопления. Но, тем не менее, эти накопления подразумевают более-менее периодическое откладывание каких-то вот этих вот денег, и собирается, собирается вот этот фонд. И у меня к вам тогда вопрос. Мы же понимаем о том, что рано или поздно работающие люди уходят на пенсию, и тогда у них резко падает их семейный бюджет, доход имеется в виду. Так вот, имеет ли значение здесь возраст? Безусловно. Когда мы говорили об аварийном фонде, мы говорили о его многофункциональном использовании в течение всего этого времени, и в общем мы дошли до сектора, который называется предпенсионный возраст. Значит, предпенсионный возраст характерен прежде всего тем, что фактор времени становится на позицию номер один. То есть уже нет много времени для того, чтобы зарабатывать деньги, уже нет много времени для того, чтобы позволить себе какие-то ошибки. И по этой причине очень важно иметь определенный объем денег, используя которых я не нарушу мои инвестиционные планы. Понятно. Хорошо. Вот, скажем, если мы будем говорить о пенсионерах, то аварийный фонд, который мы сами же себе создаем, он им безусловно помогает, поскольку они потихонечку оттуда вытягивают эти деньги. И фонд истощился. Рано или поздно он куда-то все истощается. Что будет дальше? Вопрос стоит, в принципе, очень просто. Тут есть, как говорится, два направления. Знаете, как говорится, я машину меняю каждые три года, езжу на новый, либо я ее добиваю за 15 лет до состояния лома и только потом покупаю. Вопрос, как люди для себя выберут это направление. Есть направление, которое говорит о том, что вот пенсия, и я забыл о своих привычках. Я не хочу путешествовать два раза в год, я не хочу ездить, покупать себе подарки, я не хочу менять одежду каждый месяц и так далее, и так далее. И тогда, когда вот эти все эти «не хочу» превращаются в деньги, выясняется, что мне достаточно прожить на мою пенсию. Да, мне еще капает что-то от моих накоплений, но моя жизнь вполне достаточно. И вот очень многие американцы переходят на такой тип жизни. Есть такое, знаете, retirement community, где люди живут, оплатили все, и дальше уже, так сказать, живут вот этим таким способом. Вопрос другой, что достаточно большое количество людей, и я их регулярно вижу, когда сам путешествую, которые не хотят ломать свои привычки, хотят сохранить свой стиль жизни. И поэтому, если вы, дорогие друзья, путешествуете, вы видите очень много американцев, а нас отличить несложно от прочих туристов. Количество улыбок обычно превышает количество людей в автобусе или в группе. Так вот, эти люди решили сохранить свой стиль жизни, и тогда получается, что тот недостаток денег, который у них возник, надо чем-то компенсировать. И люди в самый последний момент лезут в свои инвестиционные портфолио, потому что не хотят потерять возможный профит, и тогда в силу вступают те же самые кредитные карты. Вопрос заключается в другом. Вопрос кредит-карт, одно дело, когда я их выплачиваю за год, и тогда, значит, у меня хватает денег, просто я их, так сказать, перекладываю из одной ячейки в другую. А другая ситуация, когда у меня их не хватает, чтобы выплатить за год, и тогда должен вступить в свою, начать функционировать аварийный фонд, который позволяет мне те деньги, которые я не успел выплатить за год, растянуть этот платеж под нулевой процент на тот период, который меня устраивает. Вот в этом суть аварийного фонда. Потому что, ну, как товарищ Гегель в свое время сказал, количество переходит в качество. Так вот, когда у меня 10 тысяч на кредитной линии, у меня одни возможности, когда у меня 250 тысяч, у меня совершенно другие возможности. Хорошо. Какой примерно должен быть вот этот аварийный фонд, чтобы существовать, ну, так сказать, безбедно выйти на пенсию? Есть какая-то такая статистика? Ну, давайте скажем так. Она, безусловно, конечно, абсолютно индивидуальна, и она зависит даже не столько от того объема денег, который мы потеряли, перестав зарабатывать, сколько от стиля жизни. Я знаю людей, которые зарабатывают, ну, трехзначные цифры и ведут, скажем, их образ жизни, в принципе, мало отличается от того, как они приехали в Америку. Вы говорите про эмигрантов? Да, про эмигрантов, конечно. Я говорю о секторе, с которым я работаю. И получается такая... По-прежнему собирают купоны. Думаю, что купоны не собирают, и думаю, что не ходят в Алде, и думаю, что они уже не ходят на гараж сейлы, хотя иногда у меня так рука туда... Там попадаются... Безусловно, безусловно. Очень интересные, антикварные вещи. У меня до сих пор висит в доме вот такой маленький шагаловский принт, оригинал, правда там серия тысячная какая-то, которую я, по-моему, за доллар купил на гараж сейле. А я вам могу сказать, и не стесняюсь даже об этом сказать, что примерно 4 года тому назад я купил на гараже сейле джинсовую ватную куртку за 4 доллара. Я помню это. И вот я вчера ее надел и поехал в джул покупать жене цветы. Редактор субтитров А.Семкин